Именно Василия Егорова Таирова, Людмилу Баранец, давайте ей поаплодируем, которые расскажут нам о результатах исследования эффективности препаратов компании Сингента в Институте виноградовства и виноделия имени Таирова. Добрый день, уважаемые участники семинара, уважаемые организаторы семинара. Меня уже представили, мы приехали с Одессы, я представляю Институт виноградовства и виноделия имени Василия Егоровича Таирова. Основная моя задача и цель выступления это донести информацию, показать наглядно, как именно работают препараты уже в производственных условиях на наших опытных виноградниках. Доклад и показать результаты исследований эффективности новых препаратов компании Сингента в защите виноградных насаждений от вредителей и болезней. Основными объектами, которые мы изучали, были гроздевая листоверка, сосущие вредители, это клещи, почковый клещ, листовый паутинный, зудин, цикадовая и трипсы. Изучаемые препараты, которые были любезно представлены нам на изучение компании фирмы Сингента, были следующие. Из инфектицидов мы представили препарат Прокудоин, Люфокс и Мач. Из фунгицидов дали на испытание проверить эффективность препаратов. Это новые два препарата Пиргада, Динали, Ридамил Голд, Квадрис, Топаз, Свич и Хорус. Также на исследование нам дали регулятор роста, это из лен. То есть из этих всех препаратов... Извините. Из всех указанных препаратов, исходя из условий года, мы разработали систему защиты и уже непосредственно в полевых условиях изучили эффективность действия данной системы. Забегая немножко вперёд, скажу, что система в тяжёлый, очень тяжёлый год, мелодиозный год, который мы наблюдали в последний раз в 2011 году, эффективность использованной системы, которую мы разработали, составила выше 90%. Начнём с вредителей. Грунзевая листовёрка является самым опасным, было, есть и остаётся самым опасным вредителем для виноградных насаждений. Она, как всегда, развивается в последние, кстати, хочу отметить, последние 10 лет развивается в четырёх поколениях. Первое поколение самое многочисленное, вот второе, третье, четвёртое. Поэтому основной уклон для борьбы с данным заболеванием является правильная, сформированная и определённая обработка именно первого поколения. Динамика численности зимующего запаса грузьевой листовёрки в последнее время немножко начала падать по сравнению с пиковыми годами 2013, 2013 и 2014 годов. Сейчас мы имеем запас листовёрки 3,6 куколки, зимующей куколки, на один учётный куст. Также хотелось ещё поделиться информацией, что грозьевая листовёрка за последнюю пятилетку получила, ну, более, большую степень распространения. Если в прошлой пятилетке она развивалась и распространялась на 26-26% виноградных насаждений в сильной степени, то сейчас мы имеем уже 30. И идёт нарастание численности и распространение данного вредителя. Так что проблема заключается в том, что неправильно ведётся хозяйственниками, к сожалению, борьба с данным вредителем. В настоящее время, это, кстати, очень тяжёлый объект, разработать систему и правильно применить её против данного вредителя. Производственники придумывают очень много всяких вариантов. Мы решили на своих участках проверить, эффективно ли данный подход к защите именно такими схемами, которыми работают виноградники на своих виноградных насаждениях. Первый вариант – это эталонный вариант. То есть хочу уточнить, что схема – это против первого поколения, самого опасного и самого многочисленного, которое нужно обязательно сдерживать, потому что если мы упускаем первое поколение грузевой листовёрки, идёт наслоение второго на третье, третьего на четвёртый, тогда очень-очень сложно остановить данное развитие и распространение вредителя. То есть первый вариант – это первая обработка велась перед роидом в период массового отрождения гусениц. Вторая обработка против первого поколения велась через 10 дней от первой обработки. Второй вариант – это второй наш эталон. Первая обработка велась перед роидом и добавлялся к этому баковой смеси 50% инсектицида гормонального происхождения. Вторая обработка – это фосорганический препарат, и к нему также добавлялось 50% препарата с механизма действия ингибитор синтеза хитина. Остальные три препарата – это использовали препараты фирмы Сингента Проклэм, Люфокс и МАЧ. Вносили их в зависимости от механизма действия каждого препарата. Проклэм вносили в период начала отрождения гусениц, Люфокс в самый пик массового лета или за 3-5 дней до массовой складки яиц. И МАЧ вносили в период отрождения, массового отрождения гусениц. Проведя учеты, мы получили данные цифры. То есть нашумевшие схемы защиты, которые применялись в 50% отношениях к фосорганическим препаратам, гормональных препаратов и перитроидов, чтобы продлить действие, пролонгировать действие, начиная от отрождения гусеницы, мы увидели, что эффективность данных схем очень низкая. И она не превышала 88%. Использование по одной обработке в правильные сроки препаратов, таких как Люфокс, МАЧ, составило 93-92%. Найбольшую эффективность мы получили на делянках, где применяли препарат Проклэм. Эффективность была очень высокая, выше 98%. Вот, собственно говоря, наша антирезистентная система защиты виноградных насаждений, которую мы применяли в очень тяжелый, в 2016 год, препаратами, которые нам поставила фирма для их изучения. Было сделано 7 обработок. Первую обработку мы проводили 28 апреля препаратом Хорус. Температура была выше 11,5 градусов в тот период. Вторая обработка – это обработка 6 мая, в период 3-5 листьев. Появлялись уже соцветия. Здесь мы работали против листоверки первого поколения, потому что почему рано? Листоверка вылетела 11 апреля в прошлом году. Это очень раньше, в течение даже 20 лет, такого раннего вылета листоверки не наблюдалось. Поэтому мы вынуждены были сделать две обработки против первого поколения. Я думаю, что не все хозяйства делают обработки от первого поколения именно двумя обработками инсектицидов. Третье – это мы использовали в период 5-7 листьев, 14 мая препарат «Пергада». Здесь мы присоединяем… Здесь мы присоединяем…